Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, мы снова в Паду и посмотрим на хорошо одевшихся, принарядившихся подаванцев и подаванок. И сегодня, сегодня суббота, это значит, что будет особенно много гуляющих людей, и это значит, что люди действительно наряжаются для прогулки. Снова мы видим комбинацию жилет меховой поверх пуховика. Хочу обратить ваше внимание вот на такие носки Гуччи. Чуть дальше я прокомментирую, что я думаю по поводу конкретно этих носков. Я не в первый раз их вижу на людях, которых снимаю. Но сейчас хочу обратить ваше внимание на декольте вот этих лодочек. В одном из своих видео про лодочки на небольшом каблуке, либо на традиционной шпильке, я уже обращала внимание, что такое незакругленное декольте. Очень и очень хорошо смотрится на женской ноге. Если эти туфли вам понравились, то это была витрина Патриция Пеппа, и Серджио Росси традиционно делает незакругленное декольте. Но давайте посмотрим на эту витрину. Опять камера слегка искажает красивые цвета и оттенки, потому что камера воспринимает желтое освещение в витрине. А здесь очень красивое сочетание серого и голубого. Эта витрина мне показалась особенно интересной, прежде всего потому, что представлена разная интенсивность серого цвета и разная интенсивность, насыщенность и разные оттенки синего цветов. Поэтому обратите внимание, традиционно голубой прекрасно сочетается с серым, серый прекрасно сочетается с розовым. Эти сочетания я уже показывала. Могу сказать, что эта витрина вызывала очень много внимания. Пока я снимала, очень многие подходили и рассматривали, потому что действительно очень и очень приятные сочетания, очень красивые сочетания цветов. Соседняя секция была оформлена традиционно. Это бежевый, белый, черный, бежевый, белый и серый. Я рассказывала, что эти цвета действительно прекрасно сочетаются. Все образы, которые я вам показала, что на предыдущей витрине, что на этой составлены по принципу не более трех цветов в одной компоновке. Я также рассказывала, обращала ваше внимание, что самые сложные принты легко сочетать, если цвета, опять же, которые используются, что в принтованной одежде, что не в принтованной одежде, это по своему количеству все-таки не более трех-четырех цветов. Обратите внимание, что Денин в данном случае выполняет роль синего цвета, голубого цвета. Денин может быть разной насыщенности, прекрасно смотрится с серым, прекрасно смотрится с голубым. Про Денин я скажу в отдельном видео. Покажу вам рубашки из Денина, которые очень хорошо смотрятся, могут быть прекрасной альтернативой первого слоя одежды. И на самом деле джинсовые рубашки, на мой взгляд, недооцененные модницами элемент гардероба. Здесь мы видим снова пальто. И опять же, пример сочетания. Мы имеем оранжевый свитер и оранжевая клетка. Точнее, элементы клетки тоже оранжевого оттенка. Очень легко по такому принципу сочетать сложные принтованные ткани. Их может быть несколько в образе. И если цвета между собой перекликаются и повторяются, в идеале вообще полностью совпадают, то мы получим очень гармоничный, очень красивый, очень актуальный и, как я люблю говорить, модерновый образ. Потому что принтованное пальто, например, оно совершенно точно является героем стрит-стайла, который я так часто снимаю в разных итальянских городах. Зрители часто меня спрашивают о музыке, которую я выбираю для своих видео. Эту музыку вы можете скачать в вашей студии. Она есть у каждого зрителя, даже если вы не выгружаете видео сюда на YouTube. Это бесплатная музыка и не требуется указание авторства, поэтому я даже не смогу сказать, кому принадлежит авторство всех этих композиций. И, повторюсь, их можно скачать на любой носитель и слушать, когда нравится. Вы тоже сможете это сделать. Повторюсь, бесплатные студии YouTube. Это бесплатная музыка. Посмотрите в левом поле, значок камеры и нажмите на него, и вам выйдет фонотека, откуда вы сможете позаимствовать все нравящиеся вам композиции. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, без сомнения, пальто еще раз пальто разного кроя, разного фасона, разного принта, разных цветов. Это герой сегодняшнего стритстайла, да и вообще стритстайла. Я много раз обращала внимание, насколько действительно пальто может украсить что мужской, что женский образ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Здесь я, конечно же, пытаюсь показать вам светлую спортивную обувь и темный, точнее, черный носок. Он может быть фантазийный, но самое главное, что он черный. При этом брюки, брюки классические мы видим. Эта девушка была очень-очень хорошо одета. Вот эта девушка согласилась попозировать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие зрители, вот такой стритстайл, вот такой видеоряд у меня получился на сегодня. Резюмирую, потому что я все-таки не всегда успеваю снимать всех модников, которых бы мне хотелось вам показать. Могу сказать, что да, меховой жилет на верхнюю одежду совершенно точно. Спортивная обувь, плюс черный, зачастую носок, белый спортивной обуви. Пальто любого фасона, любого цвета и также пальто в клетку. Это смотрится хорошо и это очень популярно здесь и сейчас. Ну и снова хочу обратить ваше внимание на так называемые старомодные для меня дубленки. Мне они безумно нравятся. Я не совсем представляю себе, где их берут те модники, которых я снимаю, те модницы, которых я снимаю, потому что я совершенно точно шаговое расстояние вижу, что это дубленки из натурального материала. Соответственно, это то, что сейчас найти действительно очень-очень сложно. Желаю всем хорошо выглядеть, желаю всем не мерзнуть. Как вы видите, можно действительно утепляться, утеплиться и при этом выглядеть стильно. С помощью, кстати, вам также вот такие широкие брюки. Под них можно надеть хорошие колготочки с начесом, возможно, сверху даже шерстяные леггинсы. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok